Вчера был очень интересный торговый день, у меня вообще прямо вот супер. Я непрерывно смотрел за индексом РТС. Дело в том, что вчера была экспирация. И сложилась очень-очень интересная ситуация. Смотрите, помните, я рассказывал, что я думал, что индекс РТС находится в нисходящем канале. Далее, я ошибся и на этом здорово потерял. Он выходил из нисходящего канала. Потом я понял, что он, скорее всего, пошел в боковичок какое-то время. А далее, посмотрите, вот сейчас вы видите на графике, я посмотрел и прикинул, смотрите, сужающиеся, то есть какие-то вот такие колебания, и они затухают. О чем это говорит? О том, что они, в конце концов, затухнут, дождутся какого-то сильного сигнала, и после этого, как правило, актив идет резко достаточно либо вверх, либо вниз. То есть надо ждать либо резкого роста, либо резкого падения. Ну, роста, кажется, не предвидится, но тем не менее, надо рассчитывать и на то, и на другое. Поэтому я внимательно смотрел. Посмотрите, какая у меня ситуация была к этому моменту на опционной стратегии на индексе РТС. Посмотрите, вот такая штука, вот эта вот, видите, красная линия, это текущее, ну, как бы, состояние. И она потихонечку приближается вот к этой вот, к синей линии, потом выше, 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 и в конце концов, на момент экспирации она становится вот такой фигурой. И что это значит? Это значит, что я получу на момент экспирации в районе 20 тысяч рублей, просто так, если индекс не выйдет за вот эти границы, за границы, ну, здесь в данном случае 110 тысяч индекс РТС, и, ну, у меня было 112 500, нет, здесь 112 500, и 117 500. Вот, если индекс не выйдет за эти границы, то, в общем, все будет классно. Теперь давайте посмотрим, как драматично развивались события вчера на этом поприще. Вот он, 112 500, видите, вот одна позиция, а вот другая позиция. И сейчас я переключу график, вот это прямо вот живой график, как вчера все это происходило. Вот она, видите, граница, 115 000 у меня уже было, нет, 117 500 было. Сейчас я сделаю вот границу, я уже передвинул ее. Вот так. И посмотрите, в начале дня он вышел, он был выше середины этой границы, и индекс пошел, видите, вот он, сужающийся, вот этот самый канал, он пойдет либо вверх резко, либо вниз, он пошел вниз. Он пошел вниз, и я думаю, ну, все хорошо, он у меня не выйдет за границы, вот за эти, за 112 500, но уж точно он не упадет. И я смотрю, он падает, я думаю, ну, вообще все классно. Время приближается, время приближается, он падает, но, в общем-то, ничего опасного. Посмотрите, давайте вернемся к вот этому рисуночку. Посмотрите, вот он идет вот сюда, вот эта вот полоса идет вот сюда, а вот эта вот линия идет вот выше, выше, выше. То есть, смотрите, по этой линии он как бы скатывается вниз, то есть, это моя потенциальная прибыль скатывается вниз, но при этом сама линия поднимается выше, 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 чтобы стать вот этой вот ломаной, и вот эти два процесса идут, да, вот, ну, процесс, вот, превращение вот этой линии вот в эту называется тета-распад, то есть тета-распад мне увеличивает мою прибыль, понимаете, а движение актива, то есть понижение актива, оно стремится уменьшить. И если, если шагнет вот за этот порог, то мои, значит, моя прибыль резко начнет падать, здесь вот ноль будет, и дальше она улетает вниз. Что будет? И я сидел вчера и смотрел, давайте вернемся к графику, посмотрите, вот он идет, идет, он здесь остановился, думаю, ну, ничего опасного, там сказать, ничего страшного. Когда это было? Это время было в 13 часов, посмотреть. В 13 часов он остановился и перестал падать. И после 13 часов, посмотрите, в 13.30 он начинает опять падать. В 14.30 до 19 часов надо продержаться, понимаете, ребят, надо продержаться. И, значит, помним, да, одна линия, значит, повышается, а другая линия съезжает. То есть, вообще, очень удивительно. И вот оно вот, до 12.500. Вот мы уже стоим на краю обрыва, и сколько времени здесь? 17 часов мы подходим к краю обрыва. Я смотрю, и, ну, вот, два процесса идут, значит, один на повышение, другой на понижение. Кто кого, кто кого, кто кого. Вот, и уже, вот, посмотрите, вот, подходит уже на грани. И это 17 часов 30 минут. Я такой вообще смотрю, думаю, блин, получу или не получу. А при этом, значит, ну, прибыль-то увеличивается. Ну, на самом деле, я не просто сидел. Я все-таки решил подстраховаться, и поэтому я решил сделать следующее. Я решил, что надо строить, все-таки уже я начал закрывать это дело, и начал строить следующую стратегию. А следующая стратегия у меня заключалась в следующем. Не важно, куда пойдет индекс, он будет либо повышаться, либо понижаться, а у меня все равно прибыль. Вот что я начал уже строить. То есть, у меня тот еще не завершен, а я уже строю потихонечку новый. И у меня два вот этих процесса, значит, ну, там, дальше я просто уже так построил, что уже мне пофигу, на самом деле, пересечет он или нет. Вот, ну, не совсем пофигу. Но два процесса уже, так сказать, следующая стратегия начал строить, и предыдущую. Посмотрите, посмотрите, что я сделал. Вот, если вот здесь вот, посмотрите, пересечет, это я в чате писал для тех, кто закончил курс по опционам. Вот, посмотрите, если к 19 часам вот эта вот штука пересечет, то у меня вот она вот, стратегия уже вновь построенная, вот такая была. Посмотрите. И вот она, вот эта вот граница. Представляете, да? Если пересечет, то у меня вот, ну, он как бы срывается вниз, но ненадолго, он куда, он сорвется, он уже недалеко сорвется. И у меня появится вот этот вот, вот этот вот опцион PUT, который у меня есть, вот они, опционы PUT, минус 12, да? Я буду вынужден купить по текущей цене на момент экспирации. То есть в чем заключается экспирация? В том, что я покупаю по текущей цене 12 опционов, 12 уже фьючерсов RTS. 12 фьючерсов RTS, это значит, что вот эта вот линия, вот она у меня просто в космос. А если посмотреть издалека на этот индекс, то посмотрите. Посмотрите, вот он идет, идет, вот она вот линия, вот она, вот он сюда подходит, и он должен от нее оттолкнуться. И если у меня даже, вот там вроде как срывается в пропасть моя прибыль, но на самом деле это только добавляет газу, потому что будет отскок и будет отскок в космос. Вот, я такой вообще, думаю, вот интересно, вот интересно, вот интересно. Но на самом деле чудо не произошло, он чуть-чуть не дошел и пошел отскок чуть раньше. Но, тем не менее, ничего страшного не произошло. Да, я смотрю дальше на уже пойдет отскок или нет, пойдет отскок или нет. Посмотрите, что я делаю. Я смотрю, а вот он индекс S&P 500. Вот я, линия поддержки вроде как, да. И он должен уже, тоже не должен падать дальше, потому что, ну куда ему падать, там Трамп, ну что-нибудь он допридумает. А индекс РТС очень здорово коррелирует с индексом S&P 500. Посмотрите, Трамп не потерпит дальнейшего снижения S&P 500, пишу я в чате. Вот. Что дальше? Нефть. Посмотрите, что происходит. Вот UK Oil, видите, да? Нефть, она тоже падала, падала, падала. Нефть пошла резко вверх. Ну куда ему деваться индексу РТС. И у меня заряжено все на индексе РТС. Посмотрите, в результате нефть отскочила сильно, S&P 500 тоже. Жду завтра сильного отскока по РТС на открытии. То есть РТС должен вырасти. И у меня такой космос будет. Вот. Ну это уже вот поздно-поздно. Ну это уже вот ближе к вечеру, уже после экспирации, насколько я понимаю, вот эта картина. Да, это уже после экспирации. Уже нету экспирация прошла. Вот у меня уже такая картина, которая произошла после экспирации. Посмотрите. И он пошел вверх. Я такой, давай, родной, посмотрите. Дельта. 33,44. И я ставлю уже на продажу. Что я ставлю на продажу? Я ставлю на продажу... Вот они. 115. То есть вот здесь вот я... Вот он сюда должен подняться. Я ставлю на продажу и фиксирую прибыль здесь. Блин, страшно представить. В районе 100 тысяч рублей. Вот я в предвкушении, конечно, что сегодня на открытии индекс РТС рванет вверх. Но давайте посмотрим, что произошло сегодня на открытии. Сегодня на открытии. Вот он, открытие произошло. Он рванул вверх. Нет, сначала он рванул вниз, потом точно так же рванул вверх. Потом, значит, поколебался и колебается. И колебается. Сейчас я потихонечку колеблется. Сейчас я, тем не менее, расставил позиции. Мне надо ехать в Москву. Я расставил позиции, расставил ловушечки. Давайте посмотрим. Это 30-минутный график. Вот 4-часовой график. Сейчас я включаю. Посмотрите. Вот он текущий. Посмотрите. Вот сейчас я верну вот это вот сюда. И вот сейчас у меня такая позиция. Посмотрите. Ну, я думаю, что он до 114 500, даже до 115 может вырасти. Если это произойдет, то у меня стоят 112 500. Я уже купил несколько, 5 штук путов, чтобы не было катастрофического падения. И у меня стоят на продажу вот эти вот опционы кол. Да, я уже большую часть их продал на текущий момент. Сейчас у меня уже не 33, а 17. То есть я наполовину прибыль зафиксировал. Сейчас у меня идет прибыль. Вот, ну, хорошая прибыль. Ну, она уже не такая резвая, потому что, ну, нет космоса. А, в общем-то, надо подстраховываться, потому что, если нет прибыли и он вдруг начнет падать, то у меня, в общем-то, ну, на текущий момент у меня, вот, если сегодня он упадет, минус 50, там, минус 70 тысяч может быть, да, в самом-самом плохом случае. Поэтому, в общем-то, надо подстраховываться. Вот, посмотрите, у меня стоят позиции на покупку. Еще 11 опционов пут и 35 на продажу опционов кол. Что это будет? Давайте посмотрим. 11 штук, еще 112 500. Давайте посмотрим. Так, вот они, опционы пут, 112 500. Добавить. Вот, это будет так. И я еще добавляю сейчас опционы кол. Со страйком 115 тысяч, это вот эти. Тип сделки short. Цена, насколько я помню, там, ну, 840 средняя. Количество 35 штук. Окей. Да, 35. Вот, если все это произойдет, то вот она моя позиция будет. Вот красная линия, смотрите. Вот она, ну, будет очень-очень близко к нулю колебаться. И ничего не произойдет. То есть у меня в очень широком диапазоне никаких убытков не будет, если я, если у меня сработают все вот эти заявочки, и я уйду с этим на выходные. То есть если я уйду на выходные, то у меня, ну, максимальный убыток здесь будет, ну, там, ну, 10 тысяч. Понимаете? 10 тысяч убыток будет, если индекс РТС в понедельник будет 110 тысяч. То есть если он упадет вот сюда в понедельник. Вот, и если он в понедельник вырастет до 120 тысяч, то у меня тоже будет при этом ноль. Все остальное у меня в прибыли. Ну, я думаю, что вот с этим я и уйду на выходные сегодня. Ну, а сейчас я буду собираться уезжать в Москву. Вот такая вот история. И ради чего все это вообще происходит? Давайте посмотрим вот сюда. Посмотрите. Это конкурс «Лучший частный инвестор» на московской бирже. Я там участвую, вы знаете. Вот с 19 сентября, то есть скоро уже месяц, меньше месяца, доход 58%. 58% меньше, чем за месяц. На срочном рынке я участвую. Девятое место. Всего участников 14 тысяч, ну где-то 900. То есть почти 15 тысяч участников я на девятом месте. Весьма достойно, я считаю. Вот ради чего все это? А вот ради этого, понимаете? Посмотрите. Прибыль, доход в рублях. У меня было там 144 тысячи, доход в рублях 84 тысячи 519. Понимаете, да? 84 тысячи 519. Вы скажете, оно того стоит или нет? Ну, решать вам, конечно, скажем, 84 тысячи, оно нужно вам или нет? Давайте посмотрим здесь. Вот это конкурс «Лучший частный инвестор» на московской бирже. Вот вы видите меня, вот он я на девятом месте. 59-65 на настоящий момент. Ну, там он немножечко плавает. Вот сейчас я обновлю. Он будет 58-33, вы видите. Но, тем не менее, я все равно на девятом месте, достаточно устойчиво. Ну, вот. Что нужно для того, чтобы вот так вот уметь работать? Ну, нужно понимать, что такое опционы, друзья мои. И я хочу показать, что опционные стратегии, это, ну, они, в общем, сказать, что они рулят. Что я надеюсь, что я добьюсь такие, ну, в первую, так сказать, ну, десятку, так сказать. Ну, я точно должен остаться там, я надеюсь. И это будет огромный успех, я считаю. Ну, и что такое первая десятка? Ну, это, значит, прибыль в районе там, ну, 100 с лишним процентов, я думаю, будет за три месяца. Согласитесь, это хорошо. Как это сделать? Курс по опционам. Я рассказываю, я рассказываю вот саму суть, почему я вот это делаю, как я это делаю. Вы можете на сайте Московской биржи посмотреть все мои сделки. Но не пройдя курс по опционам, вряд ли вы что там поймете. Поэтому единственный вариант, как научиться так зарабатывать, это нажать ссылочку либо там, либо вон там. И начать изучать это дело. Друзья мои, 58 процентов меньше, чем за месяц. Согласитесь, это совсем неплохо. Сейчас лайк. Спасибо за внимание. С вами был Тимитков Юрий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.